Привет, меня зовут Сымар, его зовут Вова, и сегодня мы расскажем о автостопе от Омска до Иркутска через города Новосибирск, Кемерово и Красноярск. Правда, Вова очень стесняется, поэтому говорить буду я, он будет присутствовать и символизировать. Преодолев 9 кругов омских маршруток, мы выходим на Новосиб. Пол двенадцатого дня, жарище, Новосибирская трасса, вон туда, 600 километров. Лето пришло в Сибирь, мы пришли в Сибирь и идем дальше, через Сибирь. Есть в интернете мемчик, не пытаясь покинуть Омска. И я начинаю понимать, откуда у него, конечно, ноги растут, потому что мы стоим под Омском уже почти два часа. Нет, ну мы отъехали от Омска, целых 2-3 километра, и продолжаем стоять под Омском, пытаемся покинуть Омск. Сегодня явно что-то не так, с трассой Омск-Новосиб, и у нас будет рекорд стояния 3. И на этом месте мы простояли еще пару часиков, пошли перекусили, постояли еще 3 часика, посидели, помечтали об автобусе, попытались вызвать бла-бла-кар, еще посидели, у меня села камера. И где-то спустя 6 часов стояния в 7 километрах от города Омска мы наконец-то уехали. Отъехав километров буквально 30, мы постояли еще полчаса и словили машинку до Новосибирска. Мы таки дополвили в Новосибирск, правда сейчас полчетвертого ночи, и мы где-то в жопе Новосибирска, но будем что-то ловить, что-то у нас прямо первые в городе, и это уже хорошо. И мы не в Омске. Рассвет над Обью, и примерно полчаса до начала хождения первых маршруток, а вокруг шатаются дожившие до утра выпускники, первые люди, ну и мы естественно шатаемся здесь по набережной. В Новосибирске я ничего особо не снимал, потому что мы сидели у ребят на квартире, занимались фото-видео работой, и тот единственный раз, когда я собрался выехать на велосипеде на природу в Новосибирск, случилось это. Первое июля, Новосибирь, пи***ь, нет! Капец, а не погода! Вот такое новосибирское лето, а после Новосиба мы поехали в Красноярск, решив сделать привал на одну ночь в городе шахтерской славы, в городе Кемерово. И это был один из лучших привалов по России за всю поездку. Не информации ради, а протоколы для. Сейчас 2 июля, мы находимся в городе Кемерово, быстренько долетели от города Новосибирска, и в принципе пробираемся по уже знакомым городам, изъезженным трассам. Лично мне уже немножко тушновато, хотя сюрпризы бывают, например, 5 часов стояния под Омском. Я не сомневаюсь, что будут еще какие-нибудь сюрпризы, приятные, неприятные, я уж не знаю. Но сейчас мы в городе Кемерово, мы здесь ночуем, и завтра мы двигаемся в город Красноярск. Кемерово, понтонный мост. После города Кемерово у нас случился вообще мегапрофит, потому что нам стали москвичи, которые ехали на большом красивом внедорожнике из Москвы в Монголию. Причем в Монголию через Владивосток, то есть они ехали на Иркутск и Лануде, оттуда ехали во Владивосток, потом возвращались обратно на Ольхон, и оттуда уже ехали на юг в Монголию, в пустыню Губи. Нас подводят ребята из Москвы, которые едут в Монголию, и мы заехали заправиться газом, а въезд на газовую колонку по пропускам. Это что-то очень новенькое. Секретный объект. Да. Да, такого только у Ганнук можно хорошенько. Все, теперь эта заправка будет на ютубе. Смотри, может съемка. Секретный объект? Ой-ой-ой. Мы в ответ пустим. Напоминание на будущее. Погуглить, что это такое желтенькое здесь растет. Ребята оказались безумно интересными. Было о чем пообщаться. Мы с ними ехали. Доехали с ними до Красноярска. Побыли в Красноярске один день. И приобщились к молодежной жизни города Красноярска, которая выглядит вот так. Сегодня у нас злачные места города Красноярска. Самая злачная набережная, наверное, города Красноярска. Тут все предельно четенько. Кальянчики, тачечки, телочки, рэнбишечка. Скажи что-нибудь, что-ли? Коротко. Издалека долго течет река. А нет, не Волга, Енисей. Там воронятник какой-то прям. Это ночной Красноярск. А я понимаю, что мне уже как-то не в прикол бухать сейчас на кухне пивасик, сидеть, курить, криндеть не о чем. Я лучше посплю, потому что завтра нам пилять весь день, невозможно полночи, потому что завтра мы едем на Иркутск. И я надеюсь, что мы едем с тем же водителем, который привез нас сюда, в Красноярск. Для этого нужно будет встать всем утра и позвонить ему. Я надеюсь, он не станет раньше и не уедет на Иркутск без нас. Доброй ночи, Красноярск. И потом мы с ними списались по WhatsApp и поехали дальше. Увы, дорога длинная и не очень хорошая. Пришлось сделать привал на полпути, построить нигде под городом Тулуном. И вот такая погода сегодня больше через дня, поэтому мы упали, не доезжая километров 20 до города Тулуна. И не доезжая километров 500 до города Иркутска. Так, в хорошей компании, по не очень хорошей погоде и не самым хорошим дорогам мы доехали до города Иркутска. Та-дам! Мы в Иркутске. Отлично доехали через дождь, с первой погодой. И больше всего я сейчас хочу две вещи. Это дышь и спать. Следующей серии я покажу, наконец, настоящий Байкал, потому что мы поехали в этот раз не в Листвянку, а на остров Ольхон, который даже местные признают, что это, вот это как раз Байкал, это не Листвянка. И на сегодня все. Ставьте лайк, если вам понравился. Понравилось, как Вова ведет выпуск. Подписывайтесь на канал. Увидимся. Лайки для Вова.